В Акимате Восточно-Казахстанской области прошло совещание под председательством главы региона Даниала Ахметова, где обсудили ход реализации программы «Янбек». Эта программа осуществляется по трем направлениям – обучение и подготовка кадров, кредитование и выдача грантов, а также трудоустройство. По первому направлению в Восточном Казахстане хорошо зарекомендовали себя центры компетенций, открытые в сотрудничестве с крупными предприятиями, что позволяет трудоустроить 90% выпускников колледжей. Что касается кредитования, многодетные и малообеспеченные семьи получили кредиты на выгодных условиях под 4% и начали свой малый бизнес. Безвозмездные гранты выиграли 2275 семей. В рамках третьего направления создают социальные рабочие места. На особом контроле находится республиканская программа по переселению Юг-Север. За период с 2017 по 2021 годы в область по квоте прибыли 5970 человек, в том числе это 3598 переселенцев из трудоизбыточных регионов и 2372 кандасов. Как кандасов, так и переселенцев распределяют по всем районам Восточно-Казахстанской области. Наиболее густонаселенным по числу переселенцев стал Ридер. Что касается кандасов, это Зайсанский, Уланский и Уджарский районы. Глава региона остался недоволен таким распределением людей. Первый вопрос, а что вы селите их? Кто вам дал идею заселять в Зайсанский, Курчунский районы, там где нет рабочих мест? Мы должны всех направлять, где у нас много рабочих мест. А что туда человек приехал, в Зайсанский район? Где он там будет работать? Как он будет содержать свою семью? Вас, видимо, начальнику управления мало волнует. А должно волновать. Я бы понял, заселили в Актагае. Там новые рабочие места нужны. Даниал Ахметов поручил Акимам Зайсанского, Курчунского и Тарбогатайского района в течение недели подготовить подробный анализ ситуации и сообщить, как эти люди живут и чем занимаются. Кроме этого, на совещании представили ряд проектов по трудоустройству и обмену профессиональным опытом. В текущем году в рамках создания субсидируемых рабочих мест внедряется новый проект «Серебряный возраст». Проект предусматривает обеспечение занятостью безработных лиц предпенсионного возраста. Спустя 12 месяцев, по мере завершения субсидирования, работодатель обязан утрудоустроить человека на постоянное рабочее место до его выхода на пенсию. Средства на реализацию проекта предусмотрены из республиканского бюджета. Также будет продолжен проект «Контракт поколений», который предусматривает создание специального рабочего места для передачи молодежи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста. Мы почти 700 миллионов вложим в развитие Центра компетенции города Шар. 706 миллионов вложит Бакарчикский горноуповодительный комбинат. Так надо, наверное, обучать людей в местах максимальной эффективности, где это делать. Мне красивые отчёты не нужны. Как подчеркнул Даниал Ахметов, переселять людей нужно туда, где можно гарантированно их трудоустроить и обеспечить доступ к обучению. Для этого открыты Центры компетенции. В рамках программы «Янбек» ещё один Центр компетенции будет открыт в городе Шар. Анна Коцарь, Валтайхпарат. Продолжение следует...